19 октября в Благовещенске в очередной юбилейный раз пройдут бои по версии драка. Причем на ринг выйдет уже действующий чемпион мира Евгений Ганин. Два года назад во время боя с французом Давидом Радефом он получил сильную травму, но уходить из спорта не решился. С кем он будет бороться в этом году, организаторы пока держат в тайне. Но уверяют, шоу будет зрелищным, а пока до турнира остается почти полмесяца, спортсмены активно тренируются. Своих соперников Евгений Ганин меняет как перчатки – боксерские. Два года назад за титул чемпиона мира он сражался на ринге с французом Давидом Радефом. Как результат – награда чемпиона и сильная травма колена. Врачи у нас мне сказали, что надо со спортом завязывать, тренироваться еще можно, но выступать на высоком уровне уже будет проблематично. Ну, для человека, как вы сами знаете, если люди, извините меня, не ходят, ломают позвоночник, не знаю, бесконечности выступают на Олимпийских играх и бегают, то, знаете, я думаю, что эта травма не самая сложная у меня была. На ринге, говорят спортсмены, никаких поблажек. Любая победа зарабатывается потом и кровью. В прямом смысле. Бои, по версии драка, иногда путают с боями без правил. На самом деле правила здесь есть. Например, не бить по затылку и в пах. Этот турнир десятый по счету. Удивит зрителей, так обещают организаторы. Титул, да, мировой титул. Мы как бы добиваемся этого права, да, то есть чтобы в действительности наши спортсмены, да, имели возможность бороться за звание чемпиона в Дальнем Востоке, как мы сейчас видим, да, звание чемпионов мира. Мы проводили бои звания чемпионов России, чемпионов Европы, чемпионов Евразии. То есть это проходит в нашем маленьком городе, да, это похвально. Драться в таком формате будущему педагогу Михаилу Еремееву придется впервые. Чемпион Дальнего Востока по кикбоксингу будет бороться за мировой титул. Причем соперникам, которому уже однажды проиграл, говорит, в этом случае после драки кулаками махать нужно. Матч-реванш, я проиграл своему сопернику на прошлом бою, вот надо отыграться. Вообще надо выиграть любой ценой, опустить голову и уйти вперед. Мне нужна победа тут. Проиграй, если это не рассматривается. Многие имена спортсменов, которые выйдут на ринг 19 октября, организаторы драки пока держат в тайне. Известно, что к нам приедут спортсмены из Украины, Белоруссии и даже Нигерии. В рамках турнира пройдет два международных боя, все остальные рейтинговые. В этом году бои пройдут на сцене УКЦ. Специально для этого там установят огромный ринг. Билеты на мероприятия уже поступили в продажу. Те, кто не попадут в зал общественно-культурного центра, смогут посмотреть все происходящее с экрана телевизора. Первый областной канал снова покажет драку в прямом эфире.